Следующая недельная глава, это глава Ваяце. Ваяце вышел. Это глава Береши, 28 глава, с 10 стиха по 32 главу, 3 стих. У меня надо козырек, чтобы лучше видеть. Вот близки. И Гавтора Гошия, Осия, с 12 глава, 13-14 стих, и дополнительно Миха, 7 глава, 18 стих, и Сефардская Гошия, 11 глава, 7 стих, и 12 глава, 12 стих. Значит, тут есть разница в Сефардском чтении и в Ашкенадском. Называется Ваяце вышел. Ваяце Яков, Мебершева, Ваялех, Харан. И вышел Яков из Бершевы, и пошел Харан. Вот эта глава, она описывает события 20 лет, да? С того момента, как он вышел и пошел в Харан, и до того момента, как он вернулся из Харана, обратно в Израиль. И очутился в одном месте. Я остановился на ночлег, потому что солнце зашло, взял несколько камней, лежащих там, и сделал из них изголовье, и лег на месте том. А заканчивается тем, как он продолжает путь домой, он пропадает в Маханаем. Маханаем, Станы, да? И граница через реку шла Ябок. Через реку Ябок, когда он возвращается обратно. То есть 20 лет событий. Видите? И вышел Ваяца. Вышел, видите, Яца. Это означает выходить, да? Если повелительное наклонение, Ца, выходи. Выходи с автобуса. Шел трамвай, девятый номер, на площадке кто-то помер. Не доехал до конца, Гобса-Дрится, Гобса-Ца. Отсюда, изучая еврейскую традицию, мы можем лучше понимать наши народные песни. Сделал Гобса-Ца Яков из дома отца. И сделал Яков отца из дома своего отца. Так начинается глава. И дальше очень интересное место. Говорится о чудесном сне Якова. И о лестнице Якова. Сулам. Лестница. Вот интересно. Вышел Яков из Берешевы и отправился в Харан. Но понятно, что если он вышел, то он куда-то отправился. Лишнего слова как будто бы не должно быть. Можно было просто сказать, отправился Яков в Харан. Но, оказывается, слово «вышел» что-то означает. Потому что Берешева не только географическое название, но мы знаем, что это источник завета. Видите, Исаак дом своего отца не покидал. Правда? А Яков вышел из дома отца. Вышел из места, где был источник завета. Или колодец клятвы. То есть, он не просто пошел в Харан, но он должен был оставить, оставить все лучшее, что находилось. Он, видите, удивительно. Получил благословение и ушел дальше, да? В пустыню. Это то же самое, как с Давидом происходило. Давид получил благословение, помазание. И что, пошел царство занимать? И пошел в пустыню, да? Вот. То есть, естественно, отец мог бы защитить его от брата. Власть отца в те времена довольно была сильной. Но Яков боится напряжения в доме. Он не хочет выдерживать упреку, брата и слух. И его обман становится слишком явным. И скандальная история. Кстати, что такое скандал? Что такое скандал? На греческом. Что такое скандал? Скандален – это крючок, который ловит рыбу. И так, скандальная история начинает подавлять его. И он решает удалиться. И на практике это получается ровно сильным – оставить полученное благословение. То есть, он оставил благословение, оставил завет и вышел из завета. Да. И Шуа тоже вышел из дома отца. Правильно. Параллель. Хорошо. И дальше Яков получает утешение и благословение Бога. И есть разные синонимы для слова «лестница». И здесь употребляется слово «сулам». Сулам – лестница. Это такая вот лестница, знаете, как стремянка. Наподобие, да? Наподобие стремлянки. Потому что есть вот лестница «Мадрегот» называется. Ну, вот такая лестница, как у нас в доме, например, когда мы поднимаемся на какой-то этаж. Это уже другая лестница. Да. Есть разные синонимы. А это лестница, по которой нужно было вертикально лезть в небо, да? Поэтому, если показывать, что ангелы ходят по широкой местице, то это не совсем соответствует. Мне снилась лестница Якова. Я вам рассказывал об этом, да? Вот. Очень интересно. Интересно, что гематрия, слово «сулам», такая же, как богатство, мамон, 136. То есть, эта лестница, может по ней подняться в духовное величие, да? Можно подняться по богатству. Смотря что мы будем преследовать. Благословение Божье или благословение физическое, да? Видите, интересно, что, опять-таки, это напоминает нас то, что некоторые ударились в такую теорию преуспевания, да? Думая о преуспевании только в физическом смысле, и получился мамон, да? В то время, когда должно быть сулам. И числовое значение этих двух слов одинаковое. Это неспроста. Так что, такая лестница легко может привести вниз духовной деградации. И мы видим, что был выбор позднее оставаться в доме Лавана, да? Со своим всем богатством или идти неизвестно куда, но в дом своего отца, да? То есть, неизвестно куда, а неизвестно, как сказать, что будет дальше. Когда вышел Исау, там было 600 человек с ним, да? Помните, это очень было проблематично. И именно в это время, когда вот такое одиночество, отверженность, когда Иаков чувствует себя отвергнутым не только людьми, да, но как бы и Богом, потому что он вышел из Божьего места, он попадает в другое место, которое тоже потом назвал Домом Божьим. И увидел, Бог стоит над ним и говорит, я Бог Всесильный, Бог Авраам, отца твоего, и Всесильный Бог Исхака, землю, на которой ты лежишь, это какая у нас глава получается, да? 28 глава, 13 стих. «Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам и потомству твоему, и будет потомство твоим многочисленным, как песчинки земли, и пробьешься ты на запад и на восток, на север, на юг, и будут благословляться именем твоим и потомством твоим все племена земные. И вот я всегда с тобой и сохраню тебя везде, куда ни пойдешь, и возвращу тебя в эту страну, ибо я не оставлю тебя, покуда не сделаю всего, что обещал тебе». Так Берешит, 28 глава, 13 по 15 стих. Видите, интересно, я Бог Всесильный, Бог Авраама, да, и Бог Исаака. И мы говорим, видите, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Мы не говорим Бог Авраама, Исаака и Иакова в еврейской традиции, потому что каждый из них имел, да, видимую встречу с Богом. Каждый из них заключал с Богом новый завет, хотя это был завет его отца, но это был его собственный, новый, особенный завет. И видите, опять, землю, на которой ты лежишь, я отдам потом тебе и потомству твоему. То есть земля Израиля входит в завет, так же, как Аврааму, так же Исааку, так же и Иакову, да. И поэтому мы говорим, что земля Израиля, она принадлежит Богу, да, но отдана в вечное пользование Израилю. Помните, была у нас Конституция Советского Союза, да, все земли, недры и воды принадлежат народу, да, но отданы вечное пользование там кому-то. Принадлежат государству, но отданы вечное пользование народу, да. Такая формулировка. Итак, и будет потомство опять, твое многочисленное, как песчинки земли, как будто опять повторяется все то же, да, и пробьешься ты на запад, на восток, на север и на юг, там пробьешься или распространишься, да, там слово парац, парац разрывать, уфараста, яма векеда, сафона венегба, слышали такую песню? Уфараста, яма векеда, сафона венегба, и распространю тебя, то есть видите, нету сейчас ни одной страны в мире, да, где нет евреев, евреев везде есть, даже в Антарктиде, я думаю, есть евреи, вот, и на западе, и на истоке, и видите, когда парац, это вот похоже, как вот некоторые плоды, которые, знаете, разрываются, и семена их разлетаются во все стороны, это внезапное такое действие, да, разрыв, прорыв, парац, это глагол относится также к мессии, одно из имен мессии, как вы знаете, парац, то есть стенорушитель, пробивающий, пробивающий стену, и будут благословляться опять именем твоим и потомством твоим все племена земные, то есть то же самое, что Аврааму и Исааку говорится, «И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту страну». Видите, здесь, как говорится о маленьком галуте Якова, да, но и говорится о большом галуте Израиля, правда? И все равно Бог возвращает в свою страну. «Я не оставлю тебя, покуда не сделаю всего, что я обещал тебе». А дальше у меня такой подзаголовок. «Двойное благословение, двойная ответственность или женитьба с нагрузкой». Знаете, раньше там покупаешь какую-то книжку, и тебе дается нагрузка какую-нибудь такую статуэтку уродливую, которую никто не хочет поставить никуда, потому что нужна нагрузка, да? Вот так и получилось. А раньше говорит так. «Яков покидает дом Лавана и подводит итог к прошедшим годам. У Лавана злодея я жил, да, но все заповеди соблюдал, все 613 заповедей соблюдал. Но вот одна заповедь, которую соблюдал неправильно. Яков был женат на двух родных сестрах». Вы знаете, что это категорически запрещено Торе? Кроме тех случаев, да, если первые жены брат умирают, да, то тогда можно жениться. Вот, в других любых случаях ни в коем случае это нельзя было делать. И Тора рассказывает, как Яков полюбил Рахель, младшую дочь Лавана. И опять это случилось у колодца. Только заметьте, социально-экономическое и политическое за вот это время обстановка изменилась. Если Елизар приходит к колодцу, и там полный коммунизм, черпая кто хочешь в воду, то что пришлось делать Якову? Отодвигать камень. Значит, кто-то уже имел монополию на эту воду, и если нужно было отодвинуть камень, значит, каждый приходящий к колодцу должен был, да, что оплатить? Деньги. Яков, как говорится, нарушил. Этот процесс. И когда он увидел Рахель, он ее полюбил. Но сразу он женился на Рахеле. И как-то получилось, что он женился на Леи. Может, меньше пить надо было на свадьбе. По этой причине сейчас обязательно проверяют, Жизель или не Жизель. Вот. Обязательно нужно поднять фату и посмотреть, точно или не точно, да? Хорошо. А как же это получилось? Лаван обманул Якова и подменил Рахель на Лею. И когда в следующий день Яков возмущенно спрашивает Лавана, за что ты сделал это мне? Он говорит, пить меньше надо, да? Не положено в нашей местности отдавать младшую ночь прежде первородной. Видите, в Торе нет ни одного слова, которое не является важным. Почему же он не сказал прежде старшей? Опять появляется тот же вопрос первородства, да? Первородство. То есть, он знал, что обманул, обманул Яков своего брата. И это можно сказать так, ну это опять-таки мидраж. Ты сам обманул отца и сказал, что ты первородный сын. За это я обманул тебя и дал тебе жены первородную дочь. То есть, вот есть принцип, да? Мида, кенагет, мида. То, что ты сделал, то будет тебе сделано. За то, что ты отопил других, да? Помните, сам будешь утоплен, сказал Гелель, видя череп одного человека. Итак, видите, обман соответствует обману. Обман за обман. Хотя, мы знаем, что это была Божья воля, да? Но все-таки произошел обман. И за это следует доказание. Видите, часто Бог прощает некоторые вещи, но мы все последствия того, что мы сделали, да? В полной мере это понимаем. И все это остается на нас. Да. Значит, что получается? Это означает, что у твоего отца Ицхака было два сына, а у Лаваны было две дочери. И старшая предназначалась старшему. Младшая – младшему. Получив благословение Эйсава, Яков также получил у жены Илею. То есть, хочешь кататься – учись саночки возить. Видите, еще интересное благословение, которое Ицхак сказал своему сыну. Опять-таки, подобно тому же, как десять, десятью речениями Бог творил мир, десять испытаний Беляна, десять испытаний Авраама, ну, я что-то там про этих все говорили, десять наказаний, которые Адаму были предназначены. То, что благословение, говорили Ицхак. Первое – росу в положенное время. Видите, чем роса отличается от дождя? Что является большим благословением для Израиля? Роса или дождь? Роса, потому что, помните, дождь может смыть почву. Так и происходило, когда оказывался, да, холмы, да, без деревьев, и дождь смывал почву, почву накапливалась внизу, собиралась грязь, пришлось ее потом осушать, а землю выносить опять на холмы. Но роса – это мягкая такая. Помните, до того, как земля оказалась под проклятием, да, и произошел потоп, что орошало землю? Роса, да? Поэтому, хотя дождь и полезен, но роса еще более полезна. Второе – богатство от земли. Третье – богатый урожай хлеба. Хлеб – это не просто хлеб, да, лехом жизнь. Четвертое – достаточно вина. Пятое – будут служить тебе все народы. Шестое – поклонятся тебе все племена. Седьмое – ты станешь главным среди своих братьев. Восьмое – поклонятся тебе сыны твоей матери. Вот. И это исполнилось, кстати, в жизни кого? Иосифа, да. И проклинающие тебя будут прокляты. Девятое – а десятое – благословляющие тебя будут благословлены. И благодаря этому благословению весь мир может быть благословлен дождем или росой ради потомков народа Израиля. И те, кто не будут приходить на Суккот, да, помните, у них дождя не будет. Вот интересно сравнить два сна Якова. У Якова был один сон и второй сон. Первый сон, мы уже говорили, да, лестница в небо. Лестница в небо, ангелы, исходившие по лестнице. И едва развело, взял Яков камень, который положил его в цоловье, поставил его как обелиск и возлил елей на его вершину. И назвал Яков это место Бейт-Эль. А раньше это место называлось Луз. И дал Яков обет, говоря, если Всесильный будет со мною и сохранит меня на том пути, которым я иду, и даст мне хлеб для еды и платье для одежды, и возвращусь я благополучно в дом отца моего, и будет Бог мне Всесильным Богом. То камень этот, который я поставил как обелиск, станет святилищем Всесильного, а от всего, что дашь мне, десятую часть я тебе посвящу. Помните десятину, которую сдавал Авраам, да? Некоторые говорят, что десятина – это связано с храмом, как храма нет, а десятина – это не действительно. Но десятина, вы знаете, никто не отменял. А то, что в деяниях не говорится о десятине, то, вы знаете, даже в страшном бреду евреям не мог бы присниться такой сон, что когда-нибудь евреи не будут давать десятину. Да? Потому что Авраам давал десятину, Яков давал десятину. Про Исхака мы не знаем. А кому давал десятину, как вы думаете? Яков. Ну, Авраам, понятно, кому давал. Да. Некоторые лет он взял, десятую часть сжег. Тут сказано, что он дал Богу. Но десятина дается Богу, получают то его люди, да? Скорее всего, что это был Мелхиседек или, может быть, даже его потомок. Вы не думайте, что люди не знали Бога Израиля до того, как появились евреи на земле. Они знали. Вся проблема у них в том, что между этим Богом Израиля и самым Богом главным знали и инки, знали и египтяне его. Можете почитать об этом, есть соответствующая литература, правило, тут видите, можете взять, почитать, там есть книга. Бог открывался многократно, да? Но не все принимали его. А если и принимали его, то ставили между Богом каких-то посредников, других богов. Вот в чем величие. Но были и люди, которые чтили Бога, который Бог Израиля, да? А Бельям, чей пророк был? Какого Бога? Да? Помните? Вот. Хорошо. И если вы думаете, что честь Итро, честь Маше был каким-то язычником, то тоже, скорее всего, он был служителем Бога Всевышнего, да? Да. Потому что была мудрость. Но только евреям Бог открылся во всей своей полноте. Почему? Не потому, что евреи лучше других. Потому что евреи были более восприимчивы к этому. Правда? Хорошо. Итак. Видите, он дает, говорит, обещает десятину. И это место он назвал Бейт-Эль, Дом Бога. В последующем, вы помните, там даже золотых тельцов ставили, Бейт-Эли. Это на севере Израиля. И, когда, говорится, сеял Исхак на земле, то и получал стократный урожай. Значит, говорится о поле. Поле. И, когда говорится, да, о том, что Авраам завал Всевышнего на горе. На горе Господней, да? Есть гора, есть поле. Но ни на горе, ни на поле нельзя полноценно жить и воспитывать детей. Поэтому не смогли ни Авраам, ни Исхак сделать так, чтобы все дети их составили еврейский народ. На уровне горы или поля лишь одному из сыновей. Исхаку у Авраама, Иаку у Исхака удалось продолжить дело отца. И только Иаков смог добиться того, чтобы ни один из 12 детей не ушел в сторону. Чтобы они все вместе составили еврейский народ. И не просто как собрание индивидуумов. Все евреи, да, они что, члены одной семьи. Вот это удивительная вещь, которая удалась нашему праотцу Иакову, да? Все его дети были евреями. И хотя они, конечно, были разными евреями, хорошими и плохими, да? Но они все были из Дома Божьего. Ну и совсем странно, как говорится, вопрос о десятине для многих верующих, да? Видите, Иаков конкретно говорил о благословениях в шести сферах, да? Записывайте. Первое. Если Бог будет со мной, то самое главное – это что? Чтобы Бог всегда присутствовал в нашей жизни. Второе. Сохранит меня на пути этом, к которым я иду. Да, и поможет нам исполнить Его волю. Как наш путь жизненный, да? Аллаха. Исполнение воли Бога. Третье. Только третье говорит о материальном. И даст мне хлеб есть, то есть обеспечение, пропитание, да? Одежду одеваться, обеспечение одежды и так далее. И в мире возвращусь в Дом Отца Моего. Это защита от врагов и ограда жизни. В мире возвращусь я в Дом Отца Моего. Душа, которую дает нам Бог, она какая? Чиста, да? В этом еврейская традиция и истинно библейская традиция отличаются от того, что полемически говорил Мартын Лютый. Мартын Лютый говорил, что в человеке нет ничего хорошего. После того, как первородный грех, помните, вошел человек, и в человеке ничего хорошего нет. Вообще человек не может даже сам спастись, если Бог не поставит его в такую ситуацию. А другой последователь Лютера, Кальвин, вообще говорил, что есть люди предназначенные для спасения и не предназначенные для спасения. То душа, которая вырожаетесь, это какая? Чиста. Проблема в выборе. То, что мы можем сделать, неправильный выбор. То есть она чистая, но она духовно больная. И нуждается в духовном исцелении. Но мы должны вернуться в дом Отца Моего, такими же чистыми, да, какими вы из Его вышли. То есть к Богу мы должны прийти такими же чистыми, какими Он нас создал. И мы это не можем сделать без Ишевого Мессии. Правда? И последнее, шестое благословение. Будет Господь моим Богом. То есть здесь покровительство Божье и то, что никто и ничто, никакие идолы, да, не будут стоять между Богом и мной. Они во-гу, да. Помните, в Гории, в принципе, я и он. Я и он. Вот такие благословения. И дал в благодарность. Он действительно, скажите, заставил его кто-то это делать. Правда? Он даже не знал, что с ним дальше произойдет. Может, он и не дойдет до этой земли. Но все равно он даст десятизм. А дальше происходит очень интересно. Когда Якова уже начинает работать у Лавана, и у него появляется какой-то уже свой скот. Но этот скот, оказывается, второсортного. Да? Потому что, считалось, раньше не так уж красили шерсть. Белые. Вы знаете, черные. Вот этот, как это называется? Нет, не руно. А вот как... Ну, из ягненка берется такая вот шкурка. Мягенькая. Ну, вот это, да. Мерлужка или еще как-то. Еще здесь, да? Вот шапки делают из него, да? Это очень самое ценное считается. А если шерсть какая-то крашеная уже, да? Она не является такой же... Или пятнистая, да? Вот. И происходит интересным. Дальше появляется странная такая генетика. Значит, давайте посмотрим. Это второй сон. Бытие. 31 глава. С 10 по 13 стих. И однажды в такое время, когда скот начинает, я взглянул и увидел во сне. И вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне. Яков, смотри. Яков сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами. Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я, Бог, явившийся тебе, Бехели, где ты возлил Елей на памятник и где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди из земли этой и возврати землю Родины твоей. То есть, вот интересно. Яков, оказывается, первый генетик. Правда, странно. Почему он забор сделал белый с серыми полосками. А вот если бы он сделал забор синий, с красными полосками, сразу можно было бы свитера из этой шерсти вязать. Не догадался. Но вы знаете, что это, конечно, смешно. Нам кажется, их генетика ничего не имеет общего. Но в данном случае это похоже, что просто было послушание какое-то определенное, да? которое выполнил Яков. И благодаря этому послушанию. И мы действительно видим, что, кстати, пестрый скот, он более устойчив, если посмотреть генетически, да? К различным влияниям. Потому что чисто белый, чисто черный – это выведенные расы. Это, как бы, получается, да, ген доминирующий, да? Или ген рецессивный. А если смешивать гены, то более устойчивый. Более устойчивый появляется скот. И, видите, после того сразу же указание – встань и выйди из земли этой и возвратись в землю Родины твоей. И тогда он собирает свою семью и совещается, что делать дальше. Вот интересные ключевые слова. Бытие 31.1.2. И услышал Яков слова сынов Лавановых, которые говорили. Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил свое богатство. Второе. И увидел Яков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. Да? Очень интересно. Ну, если так по-простому, то он понял, что ему скоро будет каюк, да? Где-нибудь будет он пасти овечек, подойдут к нему, трахпотевичку, и нету кука. Да? Вот. Но с другой стороны, очень интересно, есть другой еврейский мидраж. И увидел Яков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. А что, у него было хорошее лицо, а потом вдруг стало плохое? Ой, ты мой зитя хороший. Лаван и раньше не любил Якова. И вот интересно, что можно предположить, что Якова обеспокоила, и опять-таки это мидраж дает, не сменно дружелюбной улыбке нагреваться раздражение, а нечто совсем другое. Прежде глядя на тесте, поглощенного исключительно заботами материального плана, зять чувствовал себя неуютно. Тяжелый подбородок, маленькие глазки, дельца отталкивали его. А теперь же, когда он сам стал богатый, золой погрузился в затягивающие его стяжательства, он обратил внимание, что лицо Лавана не таково, как раньше. То есть оно уже не кажется ему странным. А наоборот, все окей. Это самое страшное, что живя среди волчьей стаи, и сам начинаешь потихонечку подвоевать. Все изменилось. Изменились даже сны Якова. И если раньше сон был о лестнице в небо, то второй сон это что? Чисто о материальных проблемах. Как бы получить побольше скота или денег. Потому что скот и деньги, это тоже синоним в свое время было. И я вижу, что Лаван делает с тобой, говорит Бог. Только не то, что только обманывает Лаван, да? Но и так же делаешь то с тобой. Ты сам становишься подобным ему. Знаете, есть такая восточная легенда о драконе. Был такой сильный дракон. И каждый раз новый рыцарь приходил к дракону. Начиналось сражение, и после этого дракон становился еще злее и еще сильнее. И потом один маленький мальчик раскрыл секрет этого. Оказывается, всякий раз рыцарь побеждал дракона. Но после того, когда он начинал разглядывать богатство этого дракона, он что? Он сам становился драконом. Да? Вот так постепенно тоже Яков сам становился похожим на Лавана. И лицо Лавана его уже не раздражало. Но опять-таки это Медраж. Правда? И тогда Бог ему опять приказывает. Возвратись в землю Родины твоей. Хорошо. Теперь мы поговорим немножко. Есть у нас время? Сколько у нас времени еще? Об именах, да? Об именах. Помните, у него было две жены. А две жены – это благословение или нет? Помните, у Иова всего стало вдвое, да? А жены осталась одна. Потому что две жены – это не благословение, а проклятие. Кстати, осталась у него та же самая жена, которая его толкала на всякие. Не сказано, что он с ней развелся и потом взял другую. Правда? Бедный Иов. Все равно остался кто-то, кто его досаждал. Отсюда ничего не бывает совершенным. Правда? Мы видим. А тут целая проблема. Четыре жены. Да еще двенадцать сыночков и лапочка-дочка. Представляете? Да. Итак, Лея первая. Зачала и родила Яков сына. И нарекла ему имя Реувен. Да? Потому что сказала. То есть, Господь призрел на мое бедствие и дал мне сына. Да? Поэтому Реувен от слова Рае, видеть и Бен, сын. Буквально смотрите, сын. Хорошо. И некоторые говорят, что состоит из двух. Слов Реу и Бейн. Бейн означает между чем-то разницу. Посмотри разницу между моим сыном и сыном моего свекра Исаака Исава. Потом зачала опять и родила сына. И сказала, Господь услышал. И нарекла ему имя Шимон. Да? Шимон означает слово Шма. Слышать. Помните, мы говорим Шма, Исраэль? И слово Шма означает слушай внимательно. И если мы рождаемся духовно, да? Как первый сын. И мы становимся видимым. Что мы родились. То второе, что нам нужно сделать, это слово слушаться. Слушаться и слышать. Слушая, мы учимся подчиняться указаниям Божьих. Третий сын. Зачала и родила сына. Ну, у нее такое интересное мнение было, что чем больше будет детей, тем больше муж ее будет любить. Но потом мне уже оказалось, что это не так важным оказалось. И зачала еще раз родила сына и сказала, теперь ты прилепится ко мне, муж мой. И Исиона речено имя Леви. Леви – это третий сын. Леви – от лава. Прилепляться, да? Прилепляться. Поэтому третье, что мы должны делать, что? Прилепиться. 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 Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6.17. И зачала сына и родила, и сказала, наконец-то я восхвалю Господа. То есть, ей уже не стало ее волновать, сколько она дальше детей родит, да? Она восхвалила Господа. Е-гу-да. Да? Слово «года» – это хвала, прославление. И Егуда, как вы знаете, дала начало царской династии, от которой произошли Давид и потомок Давида Пушкин Александр Сергеевич, да? И потомки Давида – эфиопские цари. И потомок последних из династии Давида – это Петр Багратион, да? Он был последним из династии Давида из грузинских царей. После этого Грузия была присоединена уже окончательно к России. Он погиб в 1612 году. И о Егуде сказано – Егуда, тебя восхвалят, братья твои. То есть, Е-гу-да. Интересно, что Егуда состоит из тех же букв, что Ягве. Юд, Гей, Вау, Гей. Но есть еще буква Далит. Далит символизирует скромность, самоумоление, осознание своей духовной нищеты. И Далут, нет, Далут, не Галут, а Далут. То есть, за эти качества Юда стал родоначальником царского рода. Если из имени Д удалить, получится имя Бога. Юд, Гей, Вау, Гей. Пятого сына, как вы знаете, там уже начали, подключились и служанки, да, социалистическое соревнование, как бы представители. Назвали дан, что означает суд. Суд, да, это и суждение, и осуждение. Может быть, суждением, потому что дан, что я один судит народ свой, но может быть и осуждением. Поэтому, судя другого, мы же тоже можем впать в осуждение. То есть, все имена, они соответствуют, что там характера, который может приобрести верующий в церкви. Правда? Вот. А следующий сын называется Майнкамф. Гитлер, помните, когда его посадили в тирак, где чего ему делают, он взял пишущую машинку и начал печатать Майнкамф. Машинку он взял у еврейки, и там были на этих вот листах водяные знаки еврейской фирмы. Интересно, да? Написал книгу Майнкамф. А вот сына называли Нафтали. А Нафтали и означает «моё состязание» или «моя борьба». Да? То есть, вступая в борьбу, мы вступаем в борьбу против сатана. Но прежде всего мы говорим, когда о борьбе, самая главная борьба, это борьба с кем? С самим собой. А дальше Гат. Гат – это счастливчик. И Ашер – то же самое означает «счастливый». Да? То есть, Гат. Интересно, есть благословение. Гат, Гдуд, толпа, будет Ягудену теснить его. Но он Ягуд, а теснит ее по педам. А Ашер – счастливый. Помните? Ашер и ну, Ашер и ну. В общем, Гат был гудбой. Девятый сын получил имя «зарплата». Иш-сахар, да? Иш или еш – это сущность и наличие. Сахар – плата, воздаяние. Есть воздаяние. То есть, переводя на наш язык, ура, есть зарплата. И это тоже наше вознаграждение, когда мы служим Богу. Это нормально. Следующий – Завулон. Да, читай белый этот дневной и ночной дозор. Завулон от глагола «заваль» – «обитать». Зевуль – «обитель», но также может быть и слово «зевель». Б-э – «зевул». То есть, если мы не обитаем в Божьей обители, мы где становимся? В «обитии» – «бельзевула». То есть, на мусорной куче. Вот. Хорошо. Дальше родилась дочка Дина. Дина происходит тоже от слова «суд». И вы помните, Дина, да, она действительно послужила ссорой для определенных людей, да, и целое поселение было вырезано, да. Тот самый Хевроник, который сейчас евреи там чувствуют весьма себя неуютно. Здесь места такие, которые проклятие продолжает действовать тысячи лет. Но еще говорят, что Дина от слова «даену». Уже от кого? От Рахели, да. Рахели. Йосиф, да. Йосиф. Йосиф от слова «прибавлять», «прибавляющий». Да, и вы помните, что он дал двум коленам. Менаши и Ефраем. А также имя Йосифа связывается со словом «асав», «позор». Потому что вспомнил бог о Рахели, отверз утробу ее и снял бог «асав», «позор мой». И поэтому нарекла она имя Йосиф. И последний сын, он уже родился, да, помните уже по дороге в Эрес-Израэль, это уже кто был? Бенемин. И после этого Рахель умерла, да, и была уже покоролена в Израиле. Хорошо. Ну, есть у меня тут еще много материала, опять-таки. Но придется...